Париж-Бордо-Париж Гонщик ехал на своей двухместной машине «Панар Левассор». «Это было безумие», — сказал Левассор после абсолютной победы. Сейчас самые престижные гонки в мире — «Формула-1», «Инди-500», «Гран-при» Монако. В этот день, в 1934 году, родился выдающийся украинский конструктор ракетно-космической техники Яков Айзенберг. Его имя известно не только в Украине, но и за рубежом. Практически всю свою жизнь ученый посвятил работе на харьковском заводе «Харитон». Начинал он рядовым инженером, а в итоге стал генеральным директором. Наиболее известные проекты, разработанные учеными во главе с Айзенбергом, старт самой современной в мире, стратегической ракеты СС-18 «Сатана», участие в запуске орбитальной станции «Мир», транспортной системы «Энергия» и космического корабля «Буран». И это был грандиозный успех. Однажды Айзенберга спросили, каково ваше главное достижение в космонавтике. Не задумываясь, он ответил, ни единого отказа систем управления. 13 июня 2014 года. День освобождения Мариуполя от пророссийских террористов. Город на юге Донецкой области захватчики удерживали около месяца. В спецоперации по освобождению Мариуполя в 2014 году принимали участие 150 бойцов спецбатальона «Азов», две роты спецбатальона «Днепр», две роты Национальной гвардии и спецназ МВД. В 2022 году войска МРФ удалось заблокировать Мариуполь. Окупанты обстреливали город из различного оружия, сбрасывали на него авиабомбы. В городе из-за широкомасштабной агрессии России погибло более 20 тысяч человек. Людей хоронили в братских могилах. Теперь о Мариуполе знает весь мир. Город стал символом сопротивления украинского народа российскому вторжению. А каким будет 13 июня 2022 года, зависит от каждого из нас.